здравствуйте друзья у нас по понедельникам сейчас правда вторник но поскольку выходной был в понедельник получается что вторник нынче за понедельник значит еду я на работу новая неделя начинается и я так обычно такое ассорти предлагаю за недельку значит что у нас получается с этим ассорти первое участились вопросы будет ли лотерея состоится ли лотерея через месяц уже осталось меньше месяца и ответ мой такой но никто же не отменил понимаете не нужно специального объявления что лотерея будет поскольку она заложена как бы в иммиграционные программы в бюджет и во все дела и тогда поэтому единственное что может быть в принципе это отмена лотерея но никто не отменил вот больше того у нас как бы настолько загружен перегружен там конгресс с каникулами с разными другими делами что настолько никому нет дела ни до лотереи не до иммиграционной реформы в целом которая заслуживает на порядке больше внимания чем там конкретно лотерея но никаких абсолютно ничего такого в воздухе нет никаких причин для того чтобы лотерея не состоялась даже намека нет это не значит друзья что вот завтра утром мы проснемся и ничего не изменится неожиданно то есть как бы отвергать такое в принципе нельзя но сказать что вероятность этого как-то существенно отличается от нуля тоже сказать нельзя поэтому я я бы так сказал не отрицая как потенциальную возможность того что что-то произойдет с лотереей я бы я бы сказал что никаких оснований для этого мы не видим и все замечательно состоится и в этом смысле я бы не волновался и не напрягался другое дело что рассчитывать только на лотерею это ну как бы некоторые я знаю многие люди они абсолютно уверены они вот там заполнили заявку и у них уже такое ощущение что они уже выиграли они весь год там ну не сколько там останется до начала мая они полностью у них уверенность что они выиграли уже по факту заполнения заявки им там говорят что вероятность там сколько там пол процента там или сколько я не знаю но в общем они они уверены и потом это разочарование которое блогеры видят на своих каналах сразу после розыгрыша когда люди обижаются уходят и так далее в общем я считаю что вопросы лотереи грядущие мы так осветили много вопросов они учащаются и на канале у нас и в фейсбуке люди спрашивают и там в одноклассниках у меня есть несколько аккаунтов там в разных социальных сетях больше для порядка чем вот там я там реально в какое-то время провожу но тем не менее следующий вопрос многих волнуют выборы грядущие президентские и как-то вот значит там трампа обсуждают вы спрашивают а вот там джо байден как мне вообще приглянулся мол кого бы я предпочел там байдена или там не знаю клинтон хиллари клинтон я честно говоря значит считаю что настолько ранняя стадия этого всего что беспокоиться о чем бы то ни было сейчас не нужно люди еще не решили выставлять кандидатуры свои или не выставлять и там очень много всяких знаете таких политиканство таких вот мелких значит интриг плетется вот говорят допустим если трамп станет кандидатом от республиканцев что я лично считаю что сам как крайне сомнительно вот такого еще не было чтобы популист стал когда-то там президентом снежных штатов такого еще не было в европе бывало но в сша не было ну неважно что вот если трамп станет кандидатом от республиканской партии то вот против трампа лучшие шансы у байдена а не например у хиллари там и вот они там обсуждают я в той мере в которой есть люди которые готовы эти обсуждения слушать читать кликать на рекламу и так далее значит вам дадут эту возможность и все что трамп скажет шоумен такой у него понимаете я думаю он не такой глупый чтобы вот говорить те глупости которые он говорит то есть он их говорит в некотором смысле сознательно потому что это создает образ еще раз моя моя точка зрения это создает образ человека который не является профессиональным политиком и таким образом он не задействован в разных структурах он не ангажирован он 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 настоящий он искренний да вот он такой но он настоящий вот это вот ощущение настоящего парня вот поэтому это его образ такой ну денег у него конечно многое он может там это самое не обращаться за фондами разными то есть он может себе позволить много но еще раз слишком одиозные там чтобы всерьез ее воспринимать это вот но еще раз есть две политические партии есть политический процесс это не то что кто-то назначает там этого кандидата президента там маленьким кругом собрались там пять человек из которых один все и решает играть вот этот будет такого нет значит есть партия одна есть партия другая есть руководство партийное значит это же все еще деньгами тоже определяется вот кому дали денег тот играет кому не дали денег тот не играет поэтому а кому дали денег а тому кто имеет больше шансов знаете тому кто имеет какой-то вес в самой этой партии и вот как понять кто имеет вес и вот пошло-поехало они выступают они ездят они встречаются с людьми у них отрабатываются их позиции уточняются какие-то принципиальные вещи определяется разница между этим и тем это целый такой процесс при том что половина населения вообще на выборы тоже не ходит и как бы не то чтобы этот процесс для всего населения а вот для тех 50 процентов которые на выборы ходят из тех 50 процентов которые на выборы ходят я боюсь давать процентную оценку но очень существенная часть ну очень существенно все равно голосуют либо за демократа либо за республиканца в зависимости от партийных принадлежностей то есть людей которые могут проголосовать либо за того либо за этого в общем то не так и много мало того поскольку на выборах президента значит штате от каждого штата человек получает кандидат получает весь штат он не может получить 70 процентов в одном штате или там 28 другом он получает голоса выборщиков всего штат таким образом получает такая история вот допустим в калифорнии может быть есть 10 процентов населения которые могут проголосовать за республиканцы или за демократа у них нет принципиальной связи так сказать соленой партии но этих десяти процентов недостаточно чтобы допустим штат в целом 1 1 голосовал но все голоса штата достались республиканцам они демократов потому что при абсолютно любом раскладе того и этого значит калифорния настолько либеральный там штат что все голоса все равно уйдут кандидату демократической партии вот хоть ты ходи на выборы хоть не ходи поэтому борьба на самом деле этих кандидатов происходит ну есть вот если копать и swing стоит да такой штат который может переключиться вот туда или сюда вот и вы качающийся качельный такой качельный штат и вот вот есть там три-четыре качельных таких штатов вот и качели могут в ту сторону или в этой мог быть маятник правильнее назвать маятник да так лучше на пару вот маятник может качнуться туда или качнуться сюда и вот на этих вот штатах сосредоточена борьба туда идут партийные деньги то там проводят много времени кандидаты и то есть если мы переключимся от общего такого что вот есть кандидаты у них есть программа там и так далее а переключимся на то куда идут деньги как это все происходит и что собственно решает вот решает вот вот буквально несколько штатов вот когда-то президент джордж в буш стал президентом при том что на самом деле выборы по голосам в целом население он их проиграл то есть до гор тогда собрал больше голосов но вот система так устроена что там по штатам и вот вот один штат флорида и вот там решалась он и флориду то проиграл он флориду тоже проиграл с небольшим таким марджином но проиграл но получилось так что вот поскольку там этот непонятный был велитей такой в такого формата что люди которые хотели проголосовать за гора по ошибке голосовали за бьюкеннена потому что непонятно был где там галочку ставить и вот как бы голоса ушли на бьюкеннена и и вот так вот значит и победил в итоге буш но всяко бывает как когда марджин такой маленький что там там 500 голосов или 1000 голосов решает исход выборов во всей стране пойдет демократия чё теперь сделать и вот значит к чему я клоню что вот там все решится в нескольких штатах и как решится ну посмотрим вполне может оказаться что когда уже будут два кандидата от обеих партии они определятся то в общем то уже будет достаточно хорошо понятно какой кандидат на самом деле станет президентом а иногда непонятно до последней секунды пока вот все не посчитают вот когда как тогда с бушем и значит гором неизвестно вот зависит сильно от того как будет экономическое состояние страны какое оно будет вот вот следующий год вот от сегодняшнего дня что будет дешевая нефть бум экономические полно работы и так далее вот допустим так в такой экономике как сегодня например да ну а чего нормально можно жить смотри безработица низкая во всем мире кризисом а у нас нормально все вы как хорошо поэтому кто кто бы сейчас там протест на голосовал поэтому трудно сказать все таки надо предложить что-то чтобы люди с тобой пошли когда все хорошо трудно что-то предлагать ну и так хорошо ну чего менять если так хорошо и это хорошо может быть абсолютно не связано с той или иной партии с тем или иным президентом не ни с чем ну вот по времени так циклы экономические легли что вот было все хорошо поэтому те кто сегодня очень активно включается вот в эту программу там и так далее значит смотрит там читает изучать она неплохо я мне не то что как то я к этому отношусь с недоверием нормально у разных людей разные интересы но поскольку вопросы мне задают то я уже за себя туда отвечу так что я пока не интересуюсь вот как бы слишком ранняя стадия следующий момент в этом может быть чтобы закончить с выборами я очень часто наблюдаю вот что есть люди которые политически связывают свои симпатии с той или иной партии вот типа что вот взгляды или там философия этой партии или политика этой партии вот они там близки они это могут быть республиканцы это могут быть демократы и я с прискорбием констатирую что обсуждать с этими людьми что бы то ни было невозможно в принципе это вот как с верующим человеком допустим религии абсолютно невозможно то есть они вот верят во что-то они вцепились вот в это вот и у них там на на все вопросы у них лучшего республиканцы хорошо а демократы плохо или наоборот вот поэтому я иногда вижу какие-то вот там знаете в социальных сетях там какие-то уже энтузиасты горит трамп он значит изменит америку тогда значит я хочу сказать что трамп не дай бог конечно изменит америку так что потом долго все помнить будут поэтому дело не в этом дело в том что не в республиканцев дело не в трампе дело ни в чем система сама по себе каким-то образом функционирует а функционеры этой системы они на самом деле очень незначительную роль играют в этой системе конечно бывают какие-то но ситуации типа войны там может быть или какого-то глубокого кризиса когда нужен какой-то лидер который за собой повел ну что то такое нужно вот как черчилль когда-то был великобритании но тут вот никакой никакой разницы нет будут у власти республиканцы или демократ никакой принципиальной фундаментальной разницы нет будет это там скажем если это демократы будет ли это хиллари или будет это байден или вот например лично мне хотя он и не баллотирует очень симпатичен там керри госсекретарь но и байден симпатичный и я вам скажу клинтон через них меньше всего мне симпатично но я хочу сказать она была бы нормальным президент у него же слава богу такой опыт в эти что никакой обама там рядом не стоял вот на момент его избрания там президентом просто как его республиканцы называли комьюнити органайзер такой массовик затейник вот то есть абсолютно без политического опыта был человек поэтому все что будет все будет не так плохо и только клоунов не надо вот шоу без шоуменов даже рейган который вроде бы из голливуда но он во-первых не был суперстар никакой так чуть-чуть во вторых он же был два срока губернатором калифорнии крупнейшего штата с там 30 с лишним миллионами населения это слава богу то есть у него тоже был уже опыт достаточно большой поэтому так что без вот этих вот сюрпризов и если кто-то верит что вот та партия спасет или эта партия спасет я бы подальше от таких держался мое личное такое впечатление то политизированные люди они не в состоянии абстрагироваться и посмотреть на ситуацию как бы вне своих партийных привязанностей и ну а в чем тогда ценность там их мнение я не знаю мне без разницы вот какой он там партии понимаете когда шварценеггер был губернатором калифорнии и он колоссальную поддержку имел в штате технически он как бы там шел от республиканской партии в демократической калифорнии но и рейган был губернатором республиканцем от штата в штате который был демократический да неважно но вот есть человек конкретно вот этому конкретному человеку люди доверяли и все вот и все поэтому вот вот я как бы на этой стороне ты смотришь на конкретных людей ты кому-то веришь кому-то не веришь посмотрите как интересно получилось в семнадцатом году я так немножко абстрагирует была партия мечты сэров социалисты превалиционеры по которой была аграрная программа землю без выкупа раздать крестьянам все и были большевики у которых была совсем другая программа создать фабрики на земле вот эти колхозы совхозы это вот то что они хотели но дальше в попытке как бы захватить власть значит они что делают они принимают эсеровскую программу да ради бог если 80 процентов населения проголосовала за эту программу на выборах учредительное собрание а за большевиков только 10 эти 80 за эсеров и 10 за большевиков и большинство ради бога если они хотят эту программу давайте мы им временно бросим кость они бросают эту кость получается две партии с одной и той же программы но какая разница большая одни таки хотели создать фермерскую страну а другие хотели перестрелять пересажать загнать концлагеря и вот создать фабрики значит на земле чем и кончилось в итоге я просто чему говорю что дело не в том чего они там сказали а дело в том какое у них было намерение и слава богу тут уже такого революционного ничего не произойдет тут система достаточно стабильная но что я хочу сказать вы слушаете этих кандидатов и они все говорят одно и то же в общем-то они говорят нужна иммиграционная реформа замечательно вот обама гал ченч нужны перемены нужны перемены ну перемены какие перемены он говорит да вы шо у меня перемены нужны ну и чего в итоге эти поэтому вы смотрите на людей и вы хотите понять что они что они реально собираются сделать они что они там была боли и при этом при всем тоже понятно что это не то что вот он лично а эта страна она должна дозреть до этих перемен они должны созреть внутри общества и и политики они просто уже не и неважно какая партия они должны эти значит оприходовать вот вот этот потенциал который созрел создался президент буш 2 до значит он в 2008 году пытался провести иммиграционную реформу вот ту самую которая сейчас демократы хотят сделать а республиканцы не дают вот эту самую реформу хотел провести президент буш хотел легализовать там нелегалов там и все вот он хотел это сделать ему не дали демократы то есть речь шла не о том какая будет реформа вот они сейчас там типа вот эти хорошие те плохие нелегалов да как же это можно сейчас республиканцы против легализации нелегалов да вот они вот они же и пытались это сделать вопрос шел вопрос был только в одном кто повесить себе медаль на грудь политическую за легализацию нелегалов вот вот собственно и вся разница они все хотели это сделать вот и все у одних значит исторически принципиальная политика чтоб все по-честному по закону но они же и хотели это сделать поэтому так вышло больше того так больше того за неделю до событий 11 сентября 2001 года президент буш только начну как бы молодой президент да он только-только значит заступил он был в мексике с визитом и с президентом фоксом мексиканским договорились провести реформу о легализации нелегалов единственное почему единственное почему они не провели вот тогда еще 15 лет назад это было вот это вот 11 сентября когда за замерли все эти процессы связанные с визами с легализации там и так далее а сейчас посмотришь такая принципиальная понимаешь борьба нет нелегальному понимаете поэтому все должно быть по-честному у нас такая страна что у нас все по-честному вот так что к чему я все рассказываю что чем дальше вы держитесь вот того чтобы политически значит себя ассоциировать с той или иной партией значит тем лучше я вспоминаю знаете что замечательная фраза есть у роберта киесаки давайте поверну привет значит замечательная фраза есть у роберта киесаки он говорит чем отличаются демократы от республиканцев говорит он демократы говорят надо обложить всех налогами 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 а потом все деньги потратить республиканцы говорят нет вытbardziej компании не сметь облагает граждан налогами надо одолжить деньги и потратить и вот смотрите как связано правда а на самом деле а нам всем отдуваться независимо от того как с какого боку они нас захотят поиметь так что друзья неделя впереди не политизируемся а занимаемся своими делами и это единственный способ в общем-то быть в порядке счастливо а